Это эпизод задержания одного из тех, кто распространял синтетику на территории Барнаула. Петр Мазняк привозил в краевую столицу оптовые партии наркотических средств. Оперативную съемку задержания ввели тогда сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю. Они долго выслеживали преступника. Мазняка задержали у дома, где он проживал с супругой и ребенком-инвалидом. Сопротивление злоумышленник не оказал. В квартире нашли несколько партий синтетических наркотиков. Валерий Мокшин свою причастность к преступному сообществу после задержания тоже не отрицал. Это видео наших бийских коллег. Мокшин привозил и делал закладки на территории Наукограда. В разговоре с корреспондентом по душам рассказал, что долго не мог найти работу. Пока не увидел объявления на одном из популярных сайтов о поиске человека для транспортировки лекарств из Новосибирска в Бийск. В последствии, когда я уже начал понимать, что это не препарат, а похожий на наркотики, естественно, я задал вопрос, это героин. На что мне сказали, нет, это не героин, это спайсы, которые разрешены. Вот понимаете? Вот. Ну, вот таким образом я привозил в Бийск. По словам Мокшина, когда узнал, чем он все-таки занимается, хотел бросить, но нужны были деньги. Кстати, в целях конспирации обмен сообщениями между преступниками проходил через интернет, а финансовые операции осуществлялись с использованием электронных платежных систем. Основной участок людей, которые входили в преступное сообщество, задерживали уже в Новосибирске, в том числе руководителя ОПГ Егора Ерохина. Именно он в 2013 году создал интернет-магазины для продажи бесконтактным способом наркотиков и их аналогов в Берске, Бийске и Барнауле. В ходе задержаний и обысков во всех этих городах из незаконного оборота изъято более 100 килограммов концентрированных наркотиков. После трех лет следствия суд приговорил Ерохина к 19,5 годам лишения свободы. Другие осужденные, среди которых три женщины, получили от 7,5 лет до 16,5 месяцев лишения свободы. Татьяна Голубева, Наши Новости.